Далее идет рассказ о чистоте и не чистоте, а потом говорится о том, что на восьмой день обязательно этот мальчик должен быть обрезан. И вот эта информация вмещается в такой довольно-таки короткий первоначальный отрывок, а далее Тора делает опять резкий скачок и начинает нам говорить о царах, или как переводят это слово проказа. Это не совсем, конечно, болезнь, как некоторые, может быть, считают. Это духовный недух, который через время обязательно отражается на теле. И далее вся глава до конца говорит о этой болезни, о ее проявлениях, о очищении, что это означает. Но тогда возникает вопрос, почему эта глава называется Тазрия. Тазрия это зачнет. Когда зачнет женщина и родит мальчика. Вот это будет нашим вопросом, на который мы ответим в конце нашего урока. И глава говорит о трех возможных проявлениях вот этого цара, от этой проказы. Это сет, это опухоль, сапах от лишай и багерет яркое пятно. Это проявления физические, как я сказал уже перед этим, тех внутренних процессов, духовных и душевных, которые есть у человека. И эти процессы, естественно, если они появляются таким способом, как болезнь, они являются отлицательными, нехорошими процессами. То, что необходимо обязательно исправить. Но уже как бы сейчас доказано и наука, и психология говорит, что все, что проявляется с нашим телом, это исходит первоначально из нашей психики. Конечно, наша наука на этом останавливается, со всей глубиной психологии, сложностью нашего мозга. Но на этом как бы стоп. Религиозные люди идут еще дальше. Они говорят, что первоначальные ошибки, они кроются как раз во взгляде человека на этот мир. Вот его полноценном взгляде. Зачем здесь человек в этом мире? Что он должен делать? И уже потом, когда он там оступается, эти ошибки он делает в физическом мире, как неправильное мышление, неправильный взгляд на какие-то там события, неправильное отношение к тому, что происходит вокруг. И после этого, после этой реакции, естественно, это все выливается на теле. Поэтому это очень, как бы скажем, объяснимо, что какие-то духовные процессы приводят к тому, что страдает наше физическое тело. И я попробую рассказать, как сделать так, чтобы человек не попал в эту ловушку. И наоборот, если он все-таки уже находится в этой проблемной яме, так сказать, нужно из этого выбраться. Все наши современные методы психологии, они основаны на том, что человек должен сам ответить, найти правильный ответ в себе на какую-то проблематику. Психолог не может ему это сказать. Вот тебе ответ. Это будет ответ психолога, но не этого человека. Он им не воспользуется. Получается, что путь человека подводят к решению какого-то вопроса. Но на чем базируется решение у этого человека определенного? На каких-то моментах и параметрах, в которых он сейчас находится. В каких-то рамках. Будь то социальные рамки, либо территориальные рамки и так далее. Когда человек меняет свою позицию, то у него меняются условия. И, пожалуйста, он снова может попасть в какую-то проблему. Получается, что решение какого-то вопроса, оно не является универсальным. Но все-таки есть действительно универсальное решение. Это предлагает, скажу слово религия, оно будет нами более правильно воспринято. Не совсем религия, а единственно правильный, истинный взгляд на этот мир. Этот мир имеет Создателя. Если он имеет Создателя, значит Создатель дал одну цельную, правильную инструкцию для всех. Мы недавно говорили о десяти речениях Всевышнего. Ну, как принято называть, десять заповедей. Это такая сконцентрированная формула для того, что должен человек делать в этом мире. Когда человек принимает вот эти правила, которые являются истинными и вечными, они не имеют границ, где бы ты ни находился, в каком бы ты ни находился обществе, у тебя есть то, как ты должен жить, как ты должен себя вести. И если ты будешь так делать, то ты ни в коем случае не попадешь в какую-то ситуацию, которая будет кардинально неправильная или будет вредить тебе. Это не очень легко. Я, конечно же, объяснил, скажем, такую легкую структуру, но это далеко не просто. Потому что попробуй человек изменить хоть что-то в себе, какую-то привычку отрицательную. Он сталкивается с такими трудностями. Так что же говорить о том, чтобы изменить вообще взгляд на мир, правильный взгляд? Мы не можем некоторым людям доказать, что вообще этот мир имеет создателя. Благо таких людей все меньше и меньше. И именно для этого Всевышний подарил Тору, еврейскому народу, через еврейский народ, народам мира, для того, чтобы человек нашел себя, нашел свое предназначение и был счастлив в этом мире. И этого хочет сам Всевышний. И вот эта болезнь проказа, цараат, которая не является совсем болезнью, честно говоря, облегчала задачу. Человек видит какие-то изменения у него в физическом теле. Он идет к Коину, к священнику, показывает, советуется, получает какие-то инструкции, выполняет и очищается. Очищает вначале те духовные процессы, которые были неправильны в нем самом. А после этого отвечает тело и исчезает эта проказа. Это было во времена существования храма. Сейчас такого нет. Ну, как сказал Штензальц, да, как вот Диоген искал человека с фонарем, то если бы это было бы сейчас, то, я думаю, мы не нашли бы ни одного человека, который был бы непрокаженным, который не имел бы этого цара. Потому что мир, ну, скажем, немножко погряз в этом. За что наказывался человек этой болезнью? В основном за злословие. Насколько страшно злословие? Человек, нарушающий запрет злословия, он нарушает приблизительно 31 заповедь. Ну, простое объяснение, вот связь, если нарисовать, что такое злословие? Это и зависть, и гордыня, и десятки каких-то других отрицательных качеств. Уже злословие это какое-то видимое следствие тех процессов, которые уже начались в разуме, в твоей душе, в твоих эмоциях. Это то, что уже выплескивается. И они приводили к тому, что появлялась эта проказа, царат на теле человека. Но это не значит, что в те времена, когда существовало, существовал, такой механизм работал, то каждый человек подумал что-то, сделал что-то плохо, и сразу получает вот такой ответ. Это еще реально надо было заслужить, чтобы был такой ответ. Это легко объяснимо, да? Вот есть люди, которых мы называем толстошкурые. Они могут пройти мимо чужой какой-то боли и совершенно ее не чувствовать. А человек, который более развит, которая развита душа, сострадание, он увидит там более даже мелкий какой-то, мелкое что-то неправильное, и настолько начнется переживать, сочувствовать, там расстроиться, может заплакать, да, на то, что другой человек посмотрит и скажет, что такое, что случилось, вроде бы все нормально. А человек это чувствует своей душой. И это как? Потом проявляется, конечно, уже у него наяву. Если мы посмотрим, кто заражался такой болезнью царам, это были довольно-таки известные личности, ну, например, Мириам, военачальник Наоман, Узиягу, царь Давид, даже Маше, помните, когда Всевышний его уговаривал вывести народ из Египта, в суну руку, да, достал проказа, в суну проказа исчезла. Поэтому для того, чтобы что-то понять, даже через какую-то проблематику, нужно достичь определенного уровня. Я сейчас стимулирую, скажем, всех нас для того, чтобы мы учились, чтобы мы работали, впитывали какие-то знания, механизмы, ведь мы можем апеллировать в мире только тем, что есть в нашем разуме. Для того, чтобы понять что-то новое, нужно новое положить в себя. И поэтому, когда человек, скажем, не хочет развиваться, живет обычной жизнью, не пытается читать, понимать, что-то делать и говорить об этом, то человек остается на своем уровне. Ему, конечно же, не докажешь, не покажешь, не донесешь что-то, ну, действительно важное. А это действительно важное, то, о чем мы говорим. Это смысл жизни человека в этом мире, то, что дал Всевышний. Когда у человека появлялся этот царад, он направлялся к коину, к священнику. Священник проверял это пятно. И если это пятно оставалось в таких же размерах, не увеличивалось, не изменялось, то человек объявлялся чистым. А если оно росло, изменялось, человек объявлялся нечистым, и шел процесс очищения. И здесь есть очень глубокий смысл. Как сказано в Каэлит, что нет такого праведника, который совершал бы благие дела, и ни разу не согрешил бы. Я, конечно, не утверждаю, что совершенный праведник имеет какой-то грех. Ни в коем случае. Просто цитирую слова Каэлит. Но это намек на то, что в каждом человеке есть то, что он должен исправить. И человек, который достигает определенного уровня, он знает, что это есть в нем. И если эта неправильная вещь не растет, не захватывает другую территорию при помощи животной души, яцерара, дурного начала, то все нормально. Значит, человек ее контролирует, держит ее силой своей воли, своих знаний, правильной линии поведения. А если это что-то неправильное, начинает захватывать власть. Отлично. Значит, надо быстро принимать какие-то меры, чтобы это не произошло дальше. Чтобы не проиграть эту битву. И вот здесь вот намек. Мы знаем, честно говоря, каждый настоящий честный человек знает, что есть в нем что-то неправильное. Нет у нас таких идеальных людей. Ну, давайте я не буду говорить за всех. Скажу за себя. Я знаю, что у меня есть какие-то там пятна, которые являются неправильными. И я должен их держать, скажем, в какой-то ограде. Не дать и распространению. Или лучше всего вообще убрать их, уничтожить, скажем, искоренить. У человека, который развивается, который может дать себе какую-то самооценку, самоанализ. Я говорил, что самоанализ это очень хорошо. Когда человек считает, что все у него хорошо, он прав на 100%, есть большая проблема. А когда человек все-таки анализирует свои действия, думает, о, может быть, вот здесь ошибся, а может вот так, о, как правильно сделать так, чтобы не обидеть того, как в этой ситуации правильно поступить, а как бы Всевышний на это посмотрел, то это очень-очень прекрасно. Получается, что человек знает, что у него есть эти пятна. Он может их найти, в нем есть эта сила, найти и не дать этому распространяться. Распространяться. Естественно, когда это начинает распространяться, священник это видит, коин, и он говорит, пожалуйста, нужно очищение определенного уровня, вплоть до ухода за стан, выхода из этой общины полностью и уединения, для того, чтобы потом вернуться и проверить опять, произошло ли это исправление. И поэтому не пугайтесь, когда человек находит себе это пятно. Это даже, честно говоря, прекрасно, когда человек это видит. И, значит, в нем есть сила сдерживать, и есть сила убрать, и действительно обрести чистоту. Получается, что вот когда происходит развитие этого, человек начинает приравниваться действительно как к мертвому. И как говорят мудрецы, что действительно в нашем мире есть много живых, но они как мертвые. Эти люди, которые не понимают, не работают над собой, не знают, зачем они появились в этот мир. И живут просто как бы спонтанно. Человек должен с этим работать. Есть удивительная такая вот вещь в нашей главе, что когда человек полностью покрыт этой царарой, скажем, тотально он заболел, тотально он делает что-то неправильно. И тут на месте этой болезни появляется живая здоровая плоть. Священник Коин смотрит и объявляет его нечистым. Как так? Но это нет никакой логики. Можно сказать, что классно, вот человек начал все-таки выздоравливать, как бы появилась здоровая плоть. Значит, у него душе есть что-то правильное, и человек становится как бы чистым. Это прекрасно. Но это процесс. Коин ему говорит, нет, ты не чист. Ты должен продолжить это очищение. И здесь есть два вида объяснения. Когда у человека есть что-то хорошее, ну нету на этой земле, пока мы живы, у нас есть шанс, как говорится. Нету тотальных злодеев. Хотя, кстати, есть, да, один. Смерти которого мы очень желаем, и тогда прекратится эта война. Пусть сопрится его имя. Но, я думаю, даже у него есть, может быть, что-то хорошее. И у любого человека на этой земле есть что-то хорошее. Но это не значит, если он тотально на 99% плох, а 1% у него есть что-то действительно хорошего, то он не является чистым. Если ситуация наоборот, если у него там 80% хорошего, а 20% только плохого, то что, ну, как бы не соответствует этому миру, то такого человека можно назвать, ну, правильным человеком, находящимся на пути развития. Есть второе, более глубокое объяснение. Иногда человек, когда вот в этой, скажем, разросшейся проказе, он живет вместе с ней, и если до этого это был человек с язвой, с проказой, то сейчас наоборот, как говорит Штензальц, это язва с этим человеком. Человек уже принимает вот ту неправильную ситуацию, в которой он живет за что-то должное. Настолько человек запутывается в этом, что говорит, что нет, это правильно. Он с этим просто не соглашается. С таким человеком, ну, невозможно ничего сделать, ему невозможно доказать. Нужно продолжать процесс какой-то очищения. Очень часто люди, даже религиозные люди, которые приходят к вере, да, начинают что-то делать, окунаются в этот сложный, как бы, процесс и получают вот эту проблему. Проблему, там, гордыни, зависти, тщеславия, еще чего-то. И если человек, там, как пишет, опять же, Штензальц, там, улыбался, был довольный, счастливый, тут он пришел в религию, стал несчастный, хмурый, и всем недовольный. И это проявляется потом, ну, по-разному. Человек может каждому, там, давать указания, что ты неправильно делаешь, ты то не делаешь неправильно, ты то делаешь неправильно. И сами указания, это неплохо. Самое главное, как ты это делаешь. Либо человек может наоборот говорить, о, Святоша, ты посмотри, какой ты там. Делай, как я, что ты там выпендливаешься, что ты начинаешь вылазить. Так вот, этот человек, у которого есть эта опухоль неправильная, он себя поднимает, но поднимает очень, очень неправильно. И вот в этот момент надо обратить на себя внимание. Человек не может быть в этот момент оставаться чистым. И если не остановиться, не увидеть эту проблему, то человек в этом будущем превратится в живой труп. Не дай Бог, ни о ком не будет сказано. Вот у меня был один товарищ, да, и мы как-то пошли, поступили в университет учиться, он поступил с нами. И был такой веселый, радостный, прекрасный. И мы пошли на один факультет, а он выбрал факультет психологии, да. И пошел на эту психологию, и буквально через там несколько месяцев он вообще изменился. Мы не могли ни с ним не разговаривать, ни веселиться. Если раньше у нас была компания такая, он был такой серьезный, контролировал каждое свое действие, смотрел на всех, перестал говорить, там шутки. Он поймал там, ну, ту волну, которую, которой его там обучили. И когда он приходил уже там в наше сообщество, мы такие раз замолкали, нам было как-то неловко. Хотя вот буквально вчера это было, ну, был совершенно другой человек. Кстати, он потом изменился. Прошло, ну, для этого потребовались реально года, для того, чтобы он потом изменился. И как бы исправил себя. Так вот, это может произойти. Человек не замечает свою болезнь. Потом у него остается кусочек здоровой плоти. Но он не может быть в этот момент чистым. А еще хуже, когда он свою нечистоту принимает за чистоту и говорит, да я прав. И начинает всем, как я перед этим только что говорил, давать какие-то указания, осуждать, сквернословить и так далее, и тому прочее. Ни о ком не будет сказано. И вот тут мы подходим к очень важному и главному моменту. Ну, к следующему главному моменту. Почему человек не может, ну, сам решить? Почему он должен идти к коину, к священнику? Ну, сам подумал, сделал какой-то анализ. Я вот же говорю, анализ это прекрасно. Это прекрасно до определенного момента. Человек должен проводить свой анализ и сам, и в тот же момент вместе с общиной, с обществом, в котором он находится. И он должен обязательно советоваться со своим учителем Торы. Я, у меня, например, есть ученики, которые советуются со мной. Я советуюсь со своим учителем. Ну, и есть Равин, который управляет там этой общиной. И если очень серьезные, сложные вопросы, пожалуйста, можно идти туда. Почему? Метод вот анализа, интроспекция, как это названо в психологии, уже доказано, что он несостоятелен во всей своей полноте. Почему? Мозг все тебе объяснит. Объяснит, какой ты красавец и какой ты классный и красивый. И когда мы слышим, когда говорят о злодеи, мы сразу же узнаем злодея там через два-три стула, сидящего возле нас. Но ни в коем случае не узнаем в себе. Вот это проблема, когда человек делает анализ сам, полностью сам. Мы должны собираться. Поэтому есть общины. Община еврейская, община народа мира. И есть вот эта взаимосвязь, где мы помогаем друг другу. Узнать, увидеть те моменты, над которыми необходимо работать. А если человека оставить самого, то, конечно же, он будет прогрессировать в этом чем-то неправильном. Он сам не докопается до этой истины. Поэтому Коэнни смотрел, делал эту проверку, а потом говорил, пожалуйста, вот, это действительно болезнь, ты должен очиститься, и ты должен побыть сам, уединиться. Приди на урок, получи какие-то знания, после этого поработай сам, примеряйте знания, увидь какое-то несоответствие, начиная с этим работать. Вот это такой процесс. Человек должен учиться и в общине, и должен учиться сам, обязательно. И потом это все соединяется и приводит к правильному результату. Штензайса скажет историю, что когда хасиды пришли к Магиду из Межерича спросить, как им найти нового Рэба, и какой вопрос задать, он говорит, задайте вопрос, как избавиться от гордости. И когда они пришли к Минахамменлу и спросили, вот как избавиться от гордости, он задумался, вы знаете, это очень сложный вопрос, у меня нет на это ответа. Что человек может быть в лохмотьях, грязный там, бомж, но быть преисполненный такой гордыней. И может быть человек в роскошных одеждах, царь, и у него может быть разбито сердце. Поэтому процесс трансформации, это очень сложно. Человек, который захотел изменить себя, я думаю, меня многие понимают, это очень трудно. Для этого необходимо уделять время, нужно туда направлять свою энергию, свое желание. Но когда человек понимает, что гармония, вот этот мир создан для него, из-за того, как он видит этот мир там, внутри, в себе, зависит его состояние, его жизнь, зачем он живет, бесполезно, или он живет для какой-то цели, то человек начинает это делать. Поверьте, когда человек открывает в себе ту гармонию, которая его соединяет с окружающим миром, соединяет очень правильно, синхронизирует, ну, нет более прекрасного чувства. Это называется как раз счастьем. Я советую вам попробовать это, кто еще не попробовал. Ну и наконец-то, почему же все-таки Тазрия называется эта глава? Когда зачнет женщина и родит мальчика? Весь этот мир, который, физический мир, он имеет женскую природу, женскую структуру. Это называется молхут, царство, сфера, царство, или, как говорят еще, нуква, это как раз вот женская природа. И сама Тора имеет женскую природу. И когда здесь происходят какие-то правильные действия, это называется пробуждение снизу. А когда делает что-то Всевышний, это называется пробуждение сверху. И рождение мальчика, это происходит только тогда, я имею в виду сейчас не в смысле самого мальчика, а в смысле проявления мужской природы. Ведь женская и мужская природа присутствуют и в мужчине, и в женщине, и в любом проявлении его в этом мире, человека. Когда человек начинает первый шаг, он начинает развиваться, он готовит этот плацдарм для зачатия, для раскрытия чего-то правильного и нового. Настолько глубокого раскрытия, что обрезание делается на восьмой день. Это чистое чудо. Тогда, когда человек совершенно ничего не понимает, вот когда нету вообще своего эго, своего какого-то мнения, это самая идеальная чистота. И обрезание меняет физическое тело. Это единственная заповедь, которая меняет физическое тело. Но это начальный путь служения именно еврейского народа, для того, чтобы раскрыть все 613 заповедей. Потом следует обрезание, это обрезание своего сердца, когда человек наконец-то подчиняет полностью животную душу для того, чтобы она действовала в этом мире, подчиняясь божественной. Человек создан наряду с животными. Он создан последним, да. Но чем он отличается от животных? Честно говоря, он даже хуже животных. Ну посмотрите, многие животные сильнее, круче, быстрее, видят в темноте, многие преимущества у них есть. Так какое же преимущество у человека? Физических совершенно никаких. Преимущество человека – это его действия в этом мире, проявление его в этом мире. И только те, которые приводят ко Всевышнему, это доказывает заповедь об обрезании. На восьмой день должен человек обрезаться. Это еще заранее вложено в него, перед тем, как он появляется в этом мире. Это раскрыть Бога в этом мире. И тогда, когда человек делает это тазрия правильное, приходит ответ сверху от Всевышнего. Действие человека внизу притягивает сюда небеса, в этот мир. Человек действительно задуман первым? Ну, сделан последним. Мир начал строиться 25 элуля, Всевышний начал строить мир, но почему-то считается год с первого Тишрея. Это когда создан человек в шестой день, да? До этого мир, как бы, вроде бы и не существовал, потому что нету оценщика мира. Оценщик этого мира – это человек. Человеку делегировал Всевышний в возможности открыть глаза, съесть этот мир, насладиться им. И в этом весь человек, когда он начинает выполнять какие-то заповеди, приближаться ко Всевышнему. Только так человек может себя раскрыть. И если человек это делает неправильно, когда он грешит, ему говорят, слушай, что ты поднимаешь голову? Комар создан раньше тебя. А если человек делает правильно, раскрывает Бога в этом мире, ему говорят, действительно, ты царь в этом мире, этот мир создан для тебя, Всевышний все создал вокруг нас, именно чтобы мы пользовались этим для привлечения Бога сюда, в этот мир. Чтобы сделать жилище для Всевышнего. Где может появиться Всевышний? Это не абстрактное что-то, он может появиться между нами, между одним человеком и вторым, между мной и моим товарищем, между мной и моей женой. Все заповеди, они разделены на заповеди между человеком Богом и человеком и человеком. Ничего не нужно особенного, честно говоря, для того, чтобы раскрыть Всевышнего, а просто действовать по заповедям Бога. И Тора нам говорит, что нужно сделать последнее для очищения? После того, когда ты показался Коину, после того, когда ты побыл в одиночестве, ты что-то понял, ты должен окунуться в микву, это бассейн, воды, да? Ты должен опуститься в эти воды. И тогда происходит полное очищение. И Коин говорит, ты чист, можешь опять находиться, заниматься всем, что ты делал. И Тора ведь у нас тоже сравнивается с водой. Получается, что для того, чтобы человек получил вот это очищение, чтобы он перестал быть больным, ему нужно окунуться в Тору, в воды Торы, начать изучать эти законы, открыть это для себя. Честно говоря, это прекрасно. И они настолько там глубоки, бесконечны, что это милосердие Всевышнего, нам всегда будет чем заниматься в этом мире, пока мы, слава Богу, живы до 120. Поэтому я желаю всем нам, давайте укрепимся в исполнении заповедей Бога. Вот сейчас самое время принять на себя какое-то обещание, ради даже того, чтобы в Украине был мир. Ведь это одна из самых важных вещей, которые мы с вами сейчас желаем. Для того, чтобы не погибали люди. Для того, чтобы здесь была прекрасная жизнь. Для того, чтобы Украина стала сильнейшей страной. И я в это верю. И уверен, что мои друзья, которые меня слушают, они тоже в это верят. Всем всего наилучшего. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что делитесь моим уроком. Я не знаю точно, кто ли дослушивает до конца. Ну, иногда кто-то пишет. Вижу, дослушал до конца. Всем всего хорошего. И желаю вам счастливого нового месяца. Через неделю, в следующий шаббат, это будет первый Ниссана. Важнейший месяц. Начало нового года, связанного как раз с чудесами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok